МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже в начале 50-х годов прошлого столетия мировая авиация вступила в сверхзвуковую эру. Прорвать вражескую противовоздушную оборону мог лишь ударный самолет с уникальными характеристиками. В КБ Туполева такой самолет был создан. Сегодня вы узнаете о Ту-22. Опыт, полученный Андреем Туполевым в ходе работы над первыми тяжелыми реактивными машинами, позволил в начале 1954 года приступить к созданию самолета следующего поколения — сверхзвукового дальнего бомбардировщика. Лишь он мог преодолеть мощную эшелонированную противовоздушную оборону потенциального противника, которую составляли реактивные истребители и зенитно-ракетные комплексы. Инженеры и конструкторы подготовили несколько вариантов аэродинамической схемы нового самолета — будущего Ту-22. Были две точки зрения в ЦАГе. Одна говорила о том, что надо применять крыло большой стреловидности, которую возглавлял Владимир Васильевич Струминский. И вторая говорила, что надо применять крыло малого удлинения, которое проповедовал Петр Петрович Красильщиков с своими крыльями, так называемыми РК, ромбовидными крыльями. В этом самолете получила свое разрешение именно стреловидная схема. Было принято решение разместить силовую установку над фюзеляжем на хвостовом оперении. Это позволяло легко переходить на новые типы двигателей. Но подобная схема порождала и серьезные проблемы. Ученые из Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского предвидели эти трудности и предлагали Туполеву другой вариант размещения двигателей. Но Андрей Николаевич остался непреклонен. Как показала практика эксплуатации этой машины, Туполев оказался неправ. Двигатели, установленные на самолете Ту-22, сзади, сверху фюзеляжа, они вызывали много сложностей в процессе, в обеспечении устойчивости самолета. Потому что изменение тяги двигателей вызывало реакцию на кабрирование или пикирование самолета, которое нужно было, так сказать, компенсировать отклонением руля. Для достижения максимального аэродинамического совершенства носовую часть машины заострили. Экипаж сократили до трех человек. Аварийные кресла экипажа катапультировались вниз. От второго пилота отказались. Штурман располагался в узкой шахте глубоко внутри фюзеляжа. Обзор из кабины оператора систем оружия был очень ограниченным. У экипажа появилась саркастическая поговорка. Это удивительный самолет, в котором летчик, который должен видеть взлетно-посадочную полосу, видит только небо. Штурман, который должен видеть землю впереди, видит ее только сзади. Стрелок, который должен видеть хвост, видит только крылья. Заводские испытания выявили серьезные недостатки в конструкции и системах управления самолетом. Опытные машины выходили из строя, списывались, гибли в катастрофах. Но работа продолжалась. Машину ждали в войсках. На новый бомбардировщик возлагало большие надежды командование ВВС и руководство авиационной промышленности. По этой причине еще до завершения испытаний решили развернуть серийное производство самолета в нескольких вариантах. Ту-22Б использовался для сброса свободно падающих атомных бомб. Ту-22Р — разведчик. Ту-22П — постановщик-помех. Ту-22К — ракетоносец. Ту-22 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик. Название по классификации НАТО. Блайндер — слепящий. Длина — 41,6 метра. Размах крыльев — 23 метра. Максимальная взлетная масса — 85 тонн. Силовая установка — два турбореактивных двигателя ВД-7М. Максимальная скорость — 1510 км в час. Практический потолок — 14700 метров. Практическая дальность — 5850 километров. Вооружение — одна авиационная пушка калибра 23 мм. Бомбы общим весом до 9 тонн. Ядерные боеприпасы. Ракетное оружие. Ракетные боеголовки обычного типа и ядерные. Экипаж — 3 человека. Всего до 1969 года было построено 311 машин. Около трех десятков из них в 70-е годы были проданы Ливии и Ираку. Поступление на вооружение советских ВВС и военно-морского флота сверхзвукового дальнего бомбардировщика Ту-22 значительно усилило ударный потенциал стратегической авиации, которая получила возможность преодоления насыщенных зон ПВО противника. Однако характеристики самолета были невысокими. У экипажа и обслуживающего персонала машина была непопулярна из-за сложностей взлета и посадки, высокого уровня аварийности и проблем в обслуживании. По отзывам летчиков строевых частей, Ту-22 был очень утомительным в управлении, даже если держать штурвал обеими руками. Несмотря на частое использование автопилота, утомление летчика не позволяло совершать более двух вылетов в день. Ту-22 заправлялся без малого полутонна литров чистого виноградного спирта для гидравлических и антиобледенительных систем. Личный состав зачастую пользовался им не по прямому назначению. Поэтому у Ту-22 среди членов экипажей было прозвище «Сверхзвуковой спиртоносец». По результатам первых лет эксплуатации Ту-22, конструкторы АКБ Туполева пришли к выводу о необходимости создания многорежимного самолета. Это значит, что в крейсерском режиме во время дальнего перелета самолет должен был лететь с дозвуковой скоростью, а при преодолении зон ПВО противника выходить на «Сверхзвук». Такую задачу мог решить бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. При больших углах стреловидности его возможности были бы оптимальны на «Сверхзвуковых скоростях». При минимальной стреловидности улучшались взлетно-посадочные характеристики. И самолет Ту-22М был, по сути дела, первым тяжелым самолетом с крылом изменяемой стреловидности. В ходе работы над новой машиной необходимо было решить проблему ее устойчивости и управляемости, особенно в моменты изменения угла стреловидности крыла. Еще на стадии проектирования между специалистами ОКБ и учеными ЦАГИ возникли острые дискуссии. Ученые напомнили о недостатках, которые были выявлены в ходе эксплуатации бомбардировщика Ту-22. На этот раз Туполев уступил. Точка зрения ученых ЦАГИ, она существенно отличалась во многих случаях от точки зрения конструкторов. Конструкторам нужно было скомпоновать самолет. Нужно было разместить и нагрузку, и нужно было сделать подвеску крылатых ракет, и узел поворота. Все это требовало совершенно определенных решений и вызывало серьезные противоречия с крылом изменяемой геометрии. Ту-22М напоминал своего предшественника лишь общими очертаниями. Это был совершенно новый самолет, спроектированный с учетом последних достижений науки и промышленности. Улучшились все его характеристики. Результаты демонстрации опытного экземпляра Ту-22М высшему военно-политическому руководству страны в мае 1971 года превзошли самые смелые ожидания конструкторов. Немедленно началось его серийное производство. В строевых частях хорошо отзывались о новом самолете. Помимо улучшенных летных качеств, он значительно превосходил своего предшественника по функциональным возможностям эргономики рабочих мест экипажа и общей безопасности полета. Ту-22М – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Название по классификации НАТО – «Бэкфайр», «Огненный шлейф», «Длина» – 41,5 метр, «Размах крыльев» – 34,3 метра. Максимальная взлетная масса – 126 тонн, силовая установка – два турбореактивных двигателя НК-25, максимальная скорость – до 2300 км в час. Практический потолок – 13300 метров, практическая дальность – до 7000 км. Вооружение – авиационная пушка калибра 23 мм, три сверхзвуковых крылатых ракеты, 10 гиперзвуковых аэробаллистических ракет, ядерная и обычная свободнопадающая бомбы – до 24 тонн. Экипаж – 4 человека. В ходе серийного выпуска шла постоянная модернизация машины. Улучшилась аэродинамика, заменены двигатели. В конструкциях начал широко применяться «Титан». Система катапультирования экипажа теперь обеспечивала покидание самолета вверх, на прежних моделях покидание производилось вниз. Срок службы ударных бомбардировщиков-ракетоносцев этого семейства был увеличен до 35 лет. Удачная конструкция самолета позволяет рассчитывать на дальнейшее наращивание его боевого потенциала и улучшение летно-технических характеристик. Всего построено 268 ракетоносцев последней модификации – Ту-22М3. Сегодня эта машина состоит на вооружении стратегической авиации России. По мнению летчиков, Ту-22М3 – самолет, что называется, солдатский, надежный в управлении, не требующий особых усилий. В отличие от многих своих коллег по стратегической авиации, «Бэкфайру» довелось принять участие в реальных боевых действиях во время войны в Афганистане и на Северном Кавказе. Самым необычным фактом применения бомбардировщика Ту-22М3 является его участие в съемках художественного фильма «Особенности национальной охоты». В кинокартине есть эпизод с перевозкой в бомболюке самолета коровы. Работа над Ту-22 и Ту-22М позволила Туполевскому КБ вплотную приблизиться к проекту создания уникального бомбардировщика. Рассказ о машине с поэтическим названием «Белый лебедь» в следующем фильме «Оружие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова